Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте начнем нашу очередную встречу, беседу в рамках нашего цикла «Историк с верстаком». Сегодня у нас состоится беседа с Ириной Лазаревной Щербаковой, которую вы все, конечно же, хорошо знаете. И говорить мы будем, помимо традиционных тем, о которых мы всегда говорим, понятно, что мы будем говорить и о том, что составляет основу ее деятельности, ее работы. Это различные аспекты жизни и деятельности мемориала. И первый традиционный вопрос, с которым мы всегда начинаем нашу встречу, звучит, как вы вступили на стезю историка, но с учетом, соответственно, того, что вы первые шаги сделали как филолог, что, собственно, привело вот к этому изменению вашего пути из филологов в историку. Вообще-то извиняюсь, потому что сюда, мне вроде как здесь сидеть, я и так тут почти каждый вечер сижу и почти каждый вечер более-менее рассказываю или говорю там о чем-то, поэтому это немножко, как у нас, я бы сказала, домашний совсем такой, пусть будет разговор, но я хочу сказать, что я вообще не считаю себя заранее извиниться, потому что я вообще-то не могу, я, конечно, так для простоты представляюсь историком, но, в принципе, я не могу про себя сказать, что я как-то в полной мере историк, если говорить, как-то подходить к этому, подходить к этому серьезно. А что касается вообще-то верстака, то это тут я тоже уже смеялась, потому что трудно даже себе представить, что было бы с этим верстаком, если бы я к нему подошла. Поэтому это как-то все имеет ко мне довольно какое-то такое маленькое отношение. А историк я, может быть, в том смысле, помните, как тот самый Волн говорил, что у нас тут на Патриаршах была очень интересная история, потому что меня правда интересовала, я не случайно, ну, значит, во-первых, я хочу сказать, что я, и это, наверное, может быть, самое забавное, ну, не забавное, неправильное слово из того, что я могу рассказать, но я вообще-то росла в пространстве истории. Мне в этом смысле мне очень повезло, потому что я жила с людьми, которых невероятно интересовала история. История была таким самым, может быть, почти что самой горячей темой, самой важной вот в то время, пока я росла. И мне кажется, что это на меня, это на меня, это на меня, прежде всего на меня подействовало это. И я, вообще-то, есть, я и рассказываю тут в мемориале очень часто всякие истории у нас прямо за обедом, но и, наверное, уже кто-то от меня это слышал не один раз, но я себя помню, но ровно с момента, который абсолютно связан с историей. И это, я думаю, совершенно не случайно, потому что первые мои такие вот воспоминания, которые я могу по времени точно отнести, они связаны со днями смерти Сталина. И вообще, в принципе, мне уже было больше, сильно больше трех лет. И вообще я сама себя считала очень взрослой. И это даже очень хорошо помню. И дома все время шли разговоры о том, а у нас, я потом о своей семье тоже несколько слов все-таки скажу, потому что это действительно, наверное, то, что меня, в общем, сделало. И у моего деда был большой-большой письменный стол, который мне достался. Я сидела, это было мое место такое, я сидела под этим столом старым под двумя тумбами, и меня никто никогда из комнаты вообще не выгонял, о чем бы речь ни шла. Я всегда слушала, что там говорят, кто что говорит. И это были очень такие напряженные дни. Я это очень хорошо вот помню просто по этой атмосфере, потому что все время приходили разные люди, все время шли какие-то разговоры. И главное слово, которое все время произносили, было «Сталин». Умер он, жив ли он, что происходит, что случилось. Я это, конечно, все время слушала. А между прочим, формально говоря, я вообще-то его должна была и видеть, потому что последний раз он появлялся так широко публично на ноябрьской демонстрации 52-го года. А дед меня туда с собой взял. Я, конечно, ничего и даже, есть даже этому подтверждение, потому что есть даже пригласительный билет. Он сохранился. Но дело в том, что я, конечно, вот тут я ничего этого не помню. Его я, конечно, не запомнила. А разговоры эти я помню прекрасно. И мы пошли с мамой. Это было, я думаю, что это было 4-го, примерно 4-го марта, до официального объявления о смерти. И мы пошли с мамой. Я хорошо помню. Мы жили в Нижнекисловском переулке. И это квартира, где я родилась, и она до сих пор у нас есть. Вот мы жили в Нижнекисловском переулке. Мы вышли из нашего дома, дома номер 3, пошли во двор магазина «Военторг», который тоже теперь есть, но не тот прежний, а совсем-совсем другой. И там так часто бывало. Это вообще было мое любимое место. Я, мне кажется, уже в это время норовила туда даже и сама сходить, потому что там была такая прекрасная лестница внутри, замечательная, старая. И мы там по этой лестнице еще там были, и там эти скульптуры сохранились, вот эти вот негритята, которые там стоят и поддерживают. Это те самые. Но, конечно, все это абсолютно разрушено. На меня, помню, они производили прекрасное впечатление. Это такое здание, такое вот этого русского модерна. И мы пошли. А мы пошли не в сам магазин, а пошли во двор, потому что... И тогда это называлось «Улица Симашка». Пошли во двор, потому что, когда какие-то дефицитные продукты, там шла какая-то торговля, и стояла длинная очередь, то очень часто открывались двери магазина, стоял там прилавок, на котором торговали, и люди стояли в очереди во дворе. И это было довольно... И, по-моему, там были яйца, мне кажется, я даже помню. И это была длинная очередь, и было холодно. В эти дни в Москве было холодно. И я хорошо помню, как мы там стояли. И я совершенно изнывала. Вообще ненавидела в очередях стоять. Вообще гадкое занятие. И топталась там, топталась. Даже помню мамину шубу, потому что моя сестра младшая родилась через там буквально две недели после этого. Мама стояла, значит, уже совсем беременная, в этой шубе цигейковой. Я ее, так сказать, за руку дергала, дергала, а потом решила, что я, ну-ка, я использую это время. Я хорошо это даже помню. Спрошу-ка ее о том, что мне интереснее всего сейчас узнать, во-первых. А во-вторых, я таким образом как-то и в очереди продемонстрирую, какая я уже умная, продвинутая, болтуха я была всегда, с самого начала, с момента, как я родилась. И вот я говорю громко на всю эту очередь. Мама, а Сталин-то правда умер? Или нет? Значит, и я просто почувствовала вот как-то совершенно физически, как эта очередь вся превратилась в соляной столб. Абсолютно. Просто все за... Только черные спины. Вот я увидела, значит, такие просто стоят черные спины. И мама просто в мою руку вот так вот прямо вцепилась. Вообще меня никто не то, что в жизни никогда не наказывал, но мне никто вообще не говорил, не сказал за все мое вообще-то детство и все ни одного резкого слова, никто из моих родителей. И мама так в мою руку вцепилась так, что мне стало больно. А тетка, которая стояла перед нами, значит, и я хотела даже еще, даже я помню, что что-то добавить, а дедушка говорит. И вот в этот момент мама вцепилась в меня. А тетка, которая стояла перед нами, она обернулась. Я увидела такие, ну, лица эти, я хорошо, конечно, так сказать, знала. И все. И сказала без всякой там, без улыбки, конечно, без всего. Она сказала, вы бы, говорит, девочки ваши рот-то бы закрывали, потому что тут вот у соседей тоже девочка говорила. Говорила, ну, классическую фразу, которую всегда все произносят. А потом всю семью забрали. И, значит, и мама, мама меня вот так вот действительно очень больно взяла за руку, вытащила из этой очереди, плюнула на эти яйца. И мы пошли с ней домой. Она сначала просто вела меня довольно так решительно, молча, а потом сказала мне одну только фразу. Не все, о чем говорят дома, можно громко говорить вслух, на улице и всюду. И интересным образом она не сказала, что не надо говорить о Сталине, что не надо говорить там о каких-то там других вещах. И это был в моей жизни. Вот интересно, как растут дети в такой стране. Потому что это был единственный раз, когда она мне сказала, но я это абсолютно запомнила навсегда и очень, так сказать, и очень надолго. И не надо было никаких пояснений, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Это было, раз и навсегда, как-то совершенно определено. Вот. И вообще, и еще, так сказать, кончая этот сюжет, все вот вокруг этого моего и дальше, все вот эти вот дни, ведь детская, вот эта вот детская память, и эти детские дни, они запоминаются на всю жизнь. Они кажутся такими длинными, они кажутся такими яркими. Потому что потом начали просто начали потом происходить совершенно и чудеса. И вот это я очень хорошо помню ощущения, и, наверное, это большое счастье моей. И мне кажется, что мой какой-то все-таки оптимизм, который у меня есть, он оттуда идет. Потому что начали происходить какие-то чудеса. Во-первых, открылся Кремль. Мы же там жили в двух шагах. И вот представить себе, что мы можем, нас там во дворе, двор меня вообще тоже, так сказать, формировал в сильной степени. Вот во дворе у нас компания из пяти человек. Там есть, конечно, большие там второклассники, например. Но есть такие, как я, совсем маленькие. Что мы, никто нас не останавливает. Открылись эти ворота. Мы можем туда пройти, лазить на эту царь-пушку. Значит, ходить там. Это казалось абсолютным, совершенным чудом. Вот. И дальше, так сказать, и дальше больше. Значит, вдруг исчезло. У меня было такое любимое такое упражнение. Я тоже об этом пишу. Значит, во-первых, открылась станция, когда мне было 4 года, открылась станция метро Арбатская. Это была к нам самая близкая станция. Она была вообще... Я производила совершенно завораживающее впечатление, потому что там был очень длинный эскалатор. И я таких до сих пор... И вообще это была такая... Такое главное. И я... И когда мы с бабушкой поднимались... Все-таки я шлялась по городу в основном как-то с ней. Когда мы с бабушкой поднимались вверх по этому эскалатору для того, чтобы выйти на поверхность, то мозаика огромная, сталинская мозаика, которая была там построена вот в этом самом, в этом вестибюле, сначала... Это было очень интересно. Сначала только был виден его... Он в белом кителе был. Сначала был виден только лоб. Потом появлялся нос. Потом появлялись усы. Я все время... Пока, наконец, он не вырастал. И по мере того, как, значит, лестница... Пока он не вырастал весь. Это было чрезвычайно такое забавное. Я еще, кстати говоря, когда Сталин умер, то там, туда стали приносить какие-то дары. Это было как какой-то такой... Это тоже было смешно. Ну, потому что людям, видимо, так сказать, была потребность, как у нас, знаете, как на могилу приносят там бутылку водки, игрушки детские, я не знаю, там что. И туда почему-то... Ну, что могли советские люди туда сложить? Там были цветы в горшках, стояли, а самое главное... Какие-то книжки. А самое главное, что там был глобус. И это интересно даже, что люди... И я потом уже... Тогда меня просто забавляла. Почему там стоит глобус, когда я была маленькая? Значит, но неужели, я думаю, у людей все-таки так срабатывало такое чутье, что такой символ они приносили туда, к его, к ногам? В общем, Сталин исчез. И этот аттракцион для меня окончился. Сбили эту мозаику, попытались туда сделать, значит, что-то такое другое, но было признано, кажется, с голубями Пикассо должна была быть какая-то фреска, но признали это каким-то таким формалистическим. Все это вообще сбили, осталась только одна белая поверхность, и вот все кончилось. Но счастье моей жизни заключалось в том, что еще одно, что я пошла в школу, это был первый класс спустя многие годы. Значит, осень 1956 года в моем букваре не было Сталина. Вообще не было. И это, конечно, и я считаю, что это такие, какие-то были, так сказать, чудесные вещи, которые сопровождали, сопровождали вот эту вот мою, мою детскую жизнь. А еще, наверное, я два слова скажу, почему меня интересовали, в общем, не истории, а прежде всего истории, потому что, и почему я в этом пространстве истории жила. Дело в том, что в каком-то смысле моя семья была таким примером, отчасти который даже можно как-то использовать, как один из очень характерных примеров биографии. Но только я не понимала, или семейных историй, только я не понимала, значит, я жила все время, пока была маленькая, под рефрен моей бабушки, которая, кстати говоря, вот своим интересом к истории ям, я обязана ей, потому что, сколько я себя помню, она всегда рассказывала разные истории. Они не всегда были, и я это потом как-то научилась расчухивать, что они совсем не всегда были, они что, они были часто довольно разукрашенные, они не всегда полностью соответствовали реальности, но дух, конечно, и какой-то жизни, и времени, они передавали очень ярко. А бабушка, вообще-то, моя была по образованию детским, на самом деле, детским психологом, потому что и ученица Ивыгодского, и после того, как она кончила Московский университет, она вот была в этой группе, его, и они занимались педологией, значит, которая потом была запрещена, и больше она, так сказать, детской психологией заниматься не могла, но, мне кажется, интуитивно она как-то чувствовала, что надо детям рассказывать, что надо рассказывать истории, что надо рассказывать про прошлое, но прошлое это было очень сложным, и вот как рассказать о сложном, как его передать каким-то таким понятным детям образом, это вообще серьезный вопрос, но очень интересно, что я жила все время под ее такой рефрен, и она это говорила вслух самой себе, она говорила это нам, она говорила там, не знаю, мне, потом моей сестре, ты даже не представляешь себе, в какой счастливой семье ты родилась, ты даже не можешь себе представить, как нам повезло, ты даже, в общем, и вот это вот ощущение, а я не понимала, когда была маленькая, что нам такое повезло, но у нас обычно это московская московская семья. А в чём это вообще везение? И мне же, так сказать, тогда я не могла сравнивать, когда вот я потом уже увидела другие истории. Когда я увидела потом другие истории, вот тогда потом я поняла постепенно, почему, а по-настоящему уже я поняла, почему нам, почему бабушка так об этом говорит уже много-много лет спустя. И тут я вот действительно скажу одну фразу, про своего деда, потому что этим определялось очень много, и в том числе квартира в Нижнекисловском переулке, вот в которой у нас до сих пор есть. Потому что дед мой из очень бедной еврейской семьи, как раз прямо такой совсем, это даже, так сказать, редко бывало. Учился он из маленького города, из которого частично и моя бабушка, но такого известного и древнего, из города Стародуба, где, значит, вот к моменту их рождения, это 90-е годы, да, 19-го века, вообще-то половина населения была, половина населения была еврейская. Вот. И он учился на общинные деньги в гимназии, он и собирался стать совсем не тем, кем он стал, а, значит, послали его потом в Брно, в университет учиться до, значит, на самом деле за несколько месяцев до войны 14-го года, и таким образом он там учиться долго не успел. Но, поскольку он, конечно, был очень левых взглядов и был членом полейтиона, да, значит, вот этой вот еврейской еврейской партии, то к моменту, когда ему было 18, в 17-м году ему было 19 лет, и он стал очень быстро, значит, сначала деятелем местного совета, вот, а потом постепенно, это тоже длинная история, я об этом даже и писала в разных там вещах, постепенно, когда шла большевизация, они с бабушкой попробовали уехать в Киев, и там, и оба проучились в университете, можно сказать, проучились 18-й, весь 18-й год, и бабушка потом говорила, что только все-таки белая, только в Белой гвардии она читает какие-то страницы, которые ей все-таки напоминают этот Киев 18-го, этот Киев 18-го года, потом они вернулись в Стародуб, он был еще под немецкой, под немецкой оккупацией в это время, вот, ну, а потом пришли большевики, и дед мой стал настоящим таким активистом, местным, они, он уехал в Гомель, они создали там газету под названием главным редактором, который он как бы стал, который назывался «Полесская правда», да, она существует вообще так или иначе до сегодняшнего, по-моему, чуть ли не до сегодняшнего дня там в Белоруссии, вот, а потом, и это точно тоже можно проследить, в 1924 году, когда Сталин начинает чистить старые кадры, и после смерти Ленина, и, так сказать, их омолаживает провинции, молодыми функционерами, активистами из провинции, мой дед, оказывается, который все-таки знает несколько языков, он, так сказать, с гимназическим образованием, он вроде как такой уже с журналистской практикой, его берут, направляют в Москву, и он оказывается в 1924 году в гостинице «Люкс» в общежитии Коминтерна, где моя семья и живет до 1943 года, даже до 1944, до момента распуска Коминтерна. И вот все мое, так сказать, конечно, детство, оно прошло, вот под знаком этой гостиницы «Люкс», этого Коминтерна, и это имело даже совсем конкретное такое выражение, и это до сих пор так оно есть, потому что мебель была частично, там она была снабжена такими бирками, на которых было написано, значит, гостиница «Люкс» общежитие Коминтерна. И вот там какие-то стулья, столы, которые еще частично там остались, частично у нас на даче, и я когда залезала вот под большой стол, то я эту бирку видела, и что это за зверь такой Коминтерн, и почему они жили в гостинице, вот это для меня в детстве было очень таким странным, я думаю, ну почему они жили в гостинице, когда все нормальные люди живут совсем в других местах, и что это вообще за странная гостиница, странная гостиница «Люкс», более того, приходили и приезжали разные люди из разных стран, которые тоже имели отношение к этой гостинице, а вот почему бабушка говорила, что ей, что нам так повезло, это, конечно, история моего деда, который не был арестован, который умер сам в своей кровати в начале 57-го года, и бабушка ни единого раза никогда в жизни не сказала, что, может быть, он умер рано, там в 62 года, может быть, значит, как-то он мог бы пожить подольше, ни разу, потому что ее окружали судьбы ее ближайших подруг, у которых ни одной не было в живых мужа, не осталось после 37-го года, и которые, так сказать, прошли свои восемь, кто восемь, кто десять лет, и вот на самом деле я-то росла в окружении вот этих людей, ее подруг, которые возвращались на абсолютное пепелище, значит, естественно, всякое, и семейное, и всякое, и жизнь их состояла, и я вот видела, вот когда я чахла над своим каким-нибудь бульоном, просто невыносимым, и над курицей, потому что меня заставляли есть, а я этого не делала, то я видела вот этих бабушкин, особенно ее там ближайшую подругу, которая вообще ни одной, я даже еще ведь не знала тогда, что откуда она вернулась, но ни одной корки, ни одной тряпочки, ни одной нитки, значит, никуда не пропадало, это утилизовывалось, она у нас жила месяцами, значит, пока она получила опять какую-то комнату в коммунальной квартире, значит, в Ленинграде, откуда ее арестовали, кстати, она была нашей первой женщиной, получившей, защитившей диссертацию по физиологии, значит, в 33-м году, вот, значит, поэтому, и вот я говорю, что, значит, вот и мое большое было счастье заключалось в том, что эти вот люди вокруг меня и моя бабушка, а потом и мои родители никогда не говорили мне тш, тихо, вот мама тогда эту фразу произнесла, но дома обо всем говорилось очень открыто, никогда меня никто не гнал, никогда мне не говорил этих книг не читай, никто мне не показывал, где, например, лежит у нас какие-то самоздаты и все, но я точно знала, где все это лежит, Абсолютно. И знала, что там надо проверить и посмотреть, что там новое появилось. И вот я думаю, а почему истории? И вот я тут уже, наверное, кончу эту длинную штуку. Почему истории? Потому что я не могу сказать. У каждого же свои какие-то, у каждого бывают какие-то свои, тем, кому интересно прошлое, бывают какие-то свои преференции. И мы прекрасно это знаем. Вот не будь у нашего Никиты интереса вот к этой темной стороне, мы бы очень много и очень давно, мы бы очень-очень много потеряли и многого не знали. Но меня интересовали жизненные истории. Меня интересовали человеческие истории, человеческие судьбы. И я очень хорошо помню вот это вот, когда я стала эти истории сама, ну, потому что я в детстве их только слышала. И надо вам сказать, а когда я их стала сама собирать, то я помню, что каждый раз, каждый новый человек для меня был совершенно, это было вот, ну, это было с начала 80-х примерно годов, это был абсолютный как детектив. И я помню, что я шла и думала, вот что же я сейчас услышу. Мне даже иногда бывает ужасно обидно, что это ушло, что этого больше не повторится, что, ну, даже оно так ушло, даже это так бывает. Здесь у нас собраны уже просто тысячи этих историй, прочитаны тысячи. Но вот тогда, где-нибудь в 79-м, 80-м году, мне казалось, что ничего интереснее этого вообще, вот этой вот истории жизненной, человеческой, которую я услышу, вообще не может быть. Вот поэтому, кстати, отчасти я выбрала сначала литературу, значит, потому что отчасти, отчасти поэтому, потому что это какой-то такой был стык, ведь немножко истории и литературы. Ну, еще одна вещь. Я не, мне ужасно не хотелось идти на истфак. Просто ужасно. Как я представляла себе, что мне придется сдавать, и какие экзамены мне придется, и что мне придется учить, так меня охватывала такая тоска, что я просто не могла себе этого представить. Поэтому я выбрала для себя такую нишу. У меня вокруг меня же выбирали разные, так сказать, мои, как бы сказать, друзья, нишу. Я выбрала себе такую нишу, вот что это будет германистика, что это будет немецкий язык, что это будет немецкая литература. А кроме того, а кроме того еще, меня, конечно, очень интересовала история фашизма и национал-социализма. И я прекрасна, а если вы помните, вообще-то ничего никаких, то, что существовало по-русски, было абсолютно минимально и так дозировано, и так цензурировано, что я бы даже сказала, что и то, что можно было прочесть, можно было прочесть, во-первых, благодаря литературе, ну, а во-вторых, все-таки так или иначе, благодаря тому, что я стала заниматься германистикой. И вот я думаю, что вот из этих всех таких вот каких-то таких обрывков и сюжетов вот и возник у меня интерес, вот я бы так сказала, к историям и к судьбам самых разных, и к судьбам самых разных людей. Вот, и до сих пор я очень хорошо помню, конечно, и первые истории, которые я услышала, услышала, вот, и то, что меня особенно в этих судьбах интересовало, вот, я думаю, что для начала. Филологический факультет чем-то помог? Значит, филологический факультет был еще тот, значит, в 67-м году, когда я туда поступала. Он, во-первых, был абсолютно разгромлен, и он был после погромов нескольких совершенно. По нему таким катком прошлись, что, значит, что, так сказать, закатали почти что все. Потому что, значит, ну, начиная с конца, вот, понятно, значит, несколько раз сначала, понятно, это было еще и флишные дела, потому что, понятно, как возник филфак, да, это он возник после того, как и фли туда влилось. Вот, и, значит, в каком-то смысле я была ко всему этому готова, потому что мои родители оба кончали филфак. Мой отец, и тут я тоже должна сказать все-таки, что главное, что, когда я скажу, что меня интересовало, значит, вот все-таки в этих историях и в прошлом, что для меня, конечно, очень большую роль сыграла отцовская биография и его война, потому что мой отец, вот, 24-го года рождения, он оказался, так сказать, на фронте буквально, ему не было еще 18 лет, и война, он стал военным инвалидом в 43 года, и война, конечно, абсолютно определила его дальнейшую жизнь, а после войны он поступил на филологический факультет МГУ, и мама там тоже после школы, вот, у них 4 года как раз разница, классическая история, и я знала очень хорошо, что происходило с факультетом, когда они в нем учились в 49-м году, как уволили почти всех преподавателей, как уволили их самого любимого преподавателя, вот, разбирая маминой там тетради, разбирая маминой тетради, я увидела конспекты такого Абрама Александровича Белкина, который был совершенно потрясающим у них преподавателем, читавшим им курс русской литературы, вот, и вот это вот она хранила, она хранила всю жизнь, этот его, этот, этот, эти, эти конспекты его лекции, его тогда, конечно, тоже выперли, потому что во время борьбы с космополитизмом, как выперли, в общем, очень многих, и был жесткий отбор потом очень многие годы по национальному признаку, это мы все знаем, сидели там такие погромщики в кафедре зарубежной литературы, как Роман Самарин, вот, еще были те люди с теми, с теми еще биографиями, которые сначала в 20-е годы расправлялись, так сказать, со всякими, со всякими, значит, формальными, да, ну, со всяким там, так сказать, борясь против всяких течений, ну, а потом и вот это, так сказать, продолжали. Поэтому я отчасти знала, хотя, конечно, ветрами повеяло все-таки оттепельными, хотя, конечно, я знала прекрасно, но разрушенный вот такой университет так просто не подымешь снова, тем более, что кадровая политика-то, она продолжала такой оставаться, вот, но, и, конечно, иногда там попадались фантастические совершенно персонажи, которые абсолютно не только не место в университете, не только лекции они не должны были читать, а вообще о чем там говорить, просто сумасшедшие, я помню, что курс по истории немецкой, что курс по немецкой истории, почему ты читал, нам почему-то пришел человек, в моем представлении он был совершенно стариканом, с какой приговор? Четыре года колонии поселения, вот и думай, хорошо или плохо, то есть, ну, вот четыре года колонии поселения, все. Ну, год ему, год засчитывают, получается, три? Четырнадцать месяцев засчитывают, слушайте, это отдельно, это отдельная арифметика, как и что засчитывают, дальше не связано с сидением в зоне, хотя Чернокозово не худшее место в нашей стране, но вот все, сказал, извините, что прервал. Ну, ты чего, я хотела наоборот, хорошо, что сказал, господи. Вот. Ой, ладно. А юб тити их, весь день считали приговор. Да. Ну, каждому, да. Да, это правда, да, это мы не заслужили, это точно, я. В общем, ну, короче говоря, филфак, да, так у нас был там этот самый преподаватель по истории Германии, который, ну, во-первых, то, что он все путал на свете, это одна песня, а другая, то, что он главным, чем он гордился, я, кстати, потом никак не могла нигде его обнаружить. Мне кажется, это у него была какая-то мания величия буквально, потому что главным, чем он гордился, это тем, что он принимал участие в расстреле царской семьи. И я совершенно, даже, мне даже было просто интересно, потому что я подняла, ведь это все довольно хорошо теперь исследовано. Мне кажется, может быть, он просто находился там в этом Свердловском, этом самом где-то рядом, и вот это всю жизнь, может быть, его, у него была такая, что ему казалось, что да, он должен был бы там быть, и, конечно, это был чистый страх Божий. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать только одно, что все-таки оставалась довольно твердая, идущая с незапамятных времен схема, по которой мы должны были учиться. А она заключалась в том, что мы должны были читать в большом количестве огромные списки литературы. Огромные. Иногда почти что совершенно неподъемные. Значит, вот к экзаменам. И это, так сказать, шло, я читала очень быстро, вот, но все равно, и это составляло, на самом деле, главный предмет обучения, потому что нужно было прочитать просто огромный массив литературы. Значит, и русская, и зарубежная, значит, и это что-то такое. И кроме того, в общем, надо сказать, что все-таки было несколько симпатичных людей, и хороших, как, например, Алик Карельский. Это был замечательный человек и прекрасный германист. Вот. И я у него, на самом деле, писала свою дипломную работу. И курсовые, темы курсовых были прекрасные, потому что на первом курсе я писала о похвале глупости Разма Роттердамского. А потом я писала, значит, несколько работ по Гоффману, а потом я писала, значит, о сатире, долго занималась политической сатирой Ваймарской республики. Поэтому, ну что же, конечно, атмосфера была еще та, значит, но на самом деле можно было, ну и отчасти люди, с которыми я училась, и все, но можно было, что называется, в эту литературу уйти и каким-то образом закрыться. Это же был не 49-й год. Поэтому я могу сказать, что что-то мне это дало, безусловно. Ну и кроме того, я, ну и такую какую-то закалку, я вот стала, я считала, что я буду либо каким-то литературоведением немецким заниматься, либо я буду переводчиком просто. И переводить буду немецкую литературу на русский язык, чем я на самом деле занималась ровно, и это был главный источник моего заработка, до 80, ровно до осени 89 года. Как вы пришли в мемориал и что? Это как бы вопрос подразумевает, конечно, большой ответ. Предыдущую, да. Нет, ну я быстренько. И что, собственно говоря, врезалась в вашу память за эти годы? Да, ну я рассказывала тоже часто, тут уже тоже многим, как я в мемориал пришла. Но, во-первых, я же начала, и тогда должна все-таки вернуться. Я хоть и занималась германистикой своей, и хоть я и литературоведением, и хлеб-то я свой зарабатывала в основном переводами, и надо сказать, что и переводил я очень быстро, и переводила довольно много муры, потому что ГДРовская литература была не самым, так сказать, не самым прекрасным из того, что можно было переводить. А надо вам сказать, что платили-то за перевод. Это же все как-то рухнуло в 90-е годы. А вообще платили за переводы вообще-то хорошо. Значит, за переводы платили хорошо. И если ты в месяц могла перевести, ну, так сказать, вообще хотя бы полтора печатных листа и их напечатать, то это была совершенно хорошая средняя зарплата. А у переводчиков существовала такая шкала. Значит, если ты начинающий, то ты переводил ГДРовскую литературу в основном. Между прочим, часто это не сильно зависело даже от ее качества. Но вот интересно, вот такая дружба, такая-то самая была, была даже, были заключенные договора, такое, так сказать, соглашение между, на правительственном уровне, между, это не только между ГДР и, значит, СССР, а между ГДР и СССР, а вообще по поводу всех соцстран, что определенные там, определенные книжки и определенный объем печатается как там, там, как тут, так и здесь. И поэтому эти книжки шли часто в издательствах, вот таким, так сказать, они входили в обязательную программу, и все. Значит, издательство называлось, где я в основном работала, ну, был худлит, но, значит, а оно называлось, издательство называлось «Прогресс», и это тоже одна из таких советских ошибок, потому что должно были, были поданы бумаги на два издательства. Издательство «Мир», где должна была быть иностранная литература печататься, издательство «Прогресс», где научно-популярная, но они были перепутаны, и подписано было, и таким образом издательство «Прогресс» стало издательством, где печаталась иностранная литература, а изнательство «Мир», впрочем, это как ни назови, это все было, это все, но просто это, так сказать, было в духе времени. Вот, и я, значит, сначала переводила эту ГДРовскую литературу, и, в общем, почти от всех ГДРовских писателей, кстати, там были, между прочим, и неплохие, в общем, иногда, так сказать, вполне неплохие вещи, хоть что-нибудь я из кого-нибудь перевела за эти годы. Потом, когда ты уже, так сказать, повышал свой, как бы, так сказать, статус, и все, тебе давали иногда произведения западно-германских писателей. Часто, кстати, не такие, значит, вот я там переводила какие-нибудь рассказы Беоля, вот, а когда ты уже, так сказать, становился, как бы переходил в ранг уже таких более признанных, то тогда уже и классика тебе обламывалась. И вот как раз, когда я начала, когда мне уже дали переводить классику, а это был, между прочим, Кавка, и это был вот новая абсолютно вещь, это в 88-м году полное собрание сочинений, где были вещи, которые не были никогда у нас, никогда не публиковались, вот на этом моя переводческая на Кавке, моя переводческая карьера по-настоящему, значит, и закончилась, потому что мне взял 89-й год, и я с удовольствием, значит, перевернула, так сказать, эту страницу своей жизни, хотя с германистикой, конечно, совершенно не рассталась. А почему я об этом говорю? Потому что где-то в начале, в самом, по-моему, году 78-м, мне попалась книжка, или, может быть, 77-м, мне попалась книжечка, и она тогда была довольно популярной, называлась, сделала эту книжечку такая писательница, она даже журналистка, журналистка Макси Вандер, ее, так сказать, в общем, у нас она и так была неизвестна, там ее тоже, наверное, отчасти позабыли, но она сделала очень простую вещь, она записала рассказы своих подруг или матерей своих подруг об их жизни, и почему-то это, такой простой прием, и такая простая вещь, и почему-то это производило очень сильное впечатление, это какая-то такая совершенно искренность, вдруг на фоне вот этого такого, какого-то абсолютно чего-то такого железобетонного, какие-то вот такие человеческие рассказы, какие-то истории разные, странные, связанные с войной, когда это, так сказать, я подумала, в конце концов, как, в конце концов, вот это такой хороший путь, надо вообще-то вот так людей расспрашивать, еще никакой Алексеевич в помине не было, на самом деле совершенно, Света тоже начинала это как-то параллельно, и чуть позже делать, но вот Адамович эту огненную свою деревню, но я не думала про такист, хотя я его очень хорошо знала, это были ближайшие друзья моего отца, но я не думала скорее, почему мне, почему я вспоминаю эту книжку, почему-то мне, я ведь, как сказать, я эти истории в сильной степени разные, жизненные, получала из рук женщин, мужчин-то не было почти совсем, в этом поколении почти не было совсем мужчин, и во всяком случае, если они были, они совсем были не готовы рассказывать вообще какие-то истории, и уж собственной биографии уж точно нет, а женщины рассказывали, и вот я как-то подумала, надо же мне, вот этих самых, я какие-то обрывки слышала, какие-то с детства, вот какие-то кусочки, к слову, какие-то истории, вот надо же, наверное, мне все-таки, конечно, я к этому времени, я там прочла, в 73-м году, я прочла «Архипелаг ГУЛАГ», это тоже моя любимая история, как я его читала, но я уже про это много раз, по-моему, рассказывала, и я прочла, конечно, «Гинсбург», и все, что можно было только прочесть, потому что еще хочу сказать, что, конечно, меня интересовало, конечно, меня интересовали жизненные истории 30-летней давности, вот это интересно, как складывается время, интересно, как оно для тебя потом схлопывается, потому что, когда ко мне приходят, вот насчет, я сейчас к мемориалу подойду, когда ко мне приходят сейчас наши там, Катя Мельникова, и все, и говорят, а что было там 30 лет назад, я говорю, это же было только что, вот что она меня спрашивает, а потом я вспоминаю, что для меня-то это был вот этот вот 37-й год, и это казалось совершенно, и это казалось совсем, и это казалось совсем таким древним, таким каким-то, с одной стороны, давно прошедшим, а с другой стороны, было совершенно видно, что это та самая черная комната, и что интереснее всего, конечно, узнать про людей, что они пережили тогда, потому что именно в отношении, почему я про женщин говорю, потому что, и почему я именно с женщин начинала, и долгое время разговаривала именно с женщинами, потому что мне казалось, что все, что я прочитала у Солженицына по этому поводу, не совсем соответствует, что я должна спросить, что я должна поговорить, вот как раз именно с женщинами, и я тогда стала думать, как же мне это делать, как же мне это сделать, и мне сделали такой очень-очень царский подарок в это время, и это, кстати, продолжавшаяся коминтерновская линия, потому что ближайшие подруги моей матери, с которыми она выросла, вот, или даже вот ее главная подруга, она была, значит, австрийка, вот, и, кстати, между прочим, словистка очень известная, переводчица первая, с Солженицынского, кстати говоря, архипелага ГУЛАГа на русский язык, и она мне привезла, или передала через кого-то, значит, вот таких размеров магнитофон, это был Филлипс, он был вот такой, это было абсолютное чудо техники, совершенно, во-первых, он у меня умещался в сумку, и это было, конечно, это была совсем другая, так сказать, это была совсем другая жизнь, надо было, конечно, кассеты еще, кассеты тоже были непростая вещь, сколько я, сколько у меня пропало, потому что это было записывалось на кассетах, на которых что-то было уже записано, и они были плохого качества, потому что кассеты меня, конечно, тоже привозили, но это было вот совершенно, абсолютное счастье, и я начала, по-моему, первый раз, это был в 79-м году, с тех, кто мне ближе всего, к бабушкиных подруг, я начала просто к ним ходить, и к некоторым иногда я ходила, это же мне было ни для чего не нужно, в отличие, между прочим, от Сени Рогинского, я ведь не собиралась из этого ничего, во всяком случае, вначале ничего из этого делать, абсолютно, я просто ходила и записывала этих людей, и наши, кстати, пути иногда пересекались, где-то там, вот, и до 88-го, или 89-го года, я записала очень-очень много, но там потом, конечно, появлялись уже не только женщины, много-много разных, разных судеб, кстати, они у меня лежали нерасшифрованные, я почему-то считала, что это как-то, что это как-то легче спрятать, значит, что в кассетах, в кассетах это будет как-то не так, как в рукописях, кто-нибудь сразу придет, сразу посмотрит, полистает, и сразу будет ясно, а кассеты, они, значит, где-то там у меня лежали в разных местах, как-то рассованные, вот, и когда я узнала про вот то, что такая есть, так сказать, группа, что люди стоят, подписи собирают, что я очень быстро как-то, даже я уже не помню, кто же мне позвонил, Нина Брагинская, наверное, которая меня хорошо знала, и сказала, что вот надо как-то поучаствовать, надо помочь, я сказала, конечно, конечно, да, а тут одновременно еще так получилось, я не помню тоже через кого это так было, что меня кто-то позвонил мне из московских новостей и попросил написать статью о том, что я сказала, а вот я знаю, вы собираете, вы интервью записываете, потому что я уже перестала, где-то в 87-м, я перестала уже с этим совершенно скрываться, и мне, и напечатала там статью, по-моему, это была осень, мне кажется, была октябрь 88-го года, про вот разные самые истории, и даже не столько про истории, сколько про то, как память этих людей функционирует, что они помнят, что они забывают, значит, на чем они дольше останавливаются, как лагерь описывают, как вот какие-то такие самые простые вещи, получила мешок писем, вообще-то, надо сказать, было очень странное ощущение, я помню, я ехала в метро, и вдруг я увидела, я же думала, что вообще никогда в жизни вслух ничего этого не произнесу, я еду в метро, и вдруг я вижу, что сидит, во московские же новости читали все, и вдруг я сижу, вижу мою статью, читают в вагоне 5 или 6 человек, это было очень странное чувство, и оно не имело никакого личного в этом смысле отношения, это имело отношение только к этой теме, я подумала, боже мой, мне это снится, наверное, все, значит, что это нереально, что этого не может быть, что я до этого дожила, этого не может просто быть, и тогда, и после этого меня пригласили, но, по-моему, не Лена Жемкова, а я не помню кто, может быть, Олег Орлов, рассказать о том, что я собрала, что представляют у себя эти биографии, как эта память вообще функционируется, где-то в подвале в каком-то мы сидели, было человек 20, и я вот рассказывала, как я эти годы ходила, что это за люди, значит, что для характера, причем меня действительно детали вот этого, исторические детали интересовали только, потому что я очень быстро начала понимать, что я спрашиваю отчасти не о том, как было, а о том, как вспомнилось. Это, так сказать, на интуитивном уровне очень быстро стало, особенно когда стали возникать разные пересекающиеся сюжеты, и у меня, кстати, стало такое ощущение, что это какое-то такое, некоторое такое эпическое полотно такое вот возникает, где отчасти, может, как война и мир, что кто-то кого-то видел, потому что круг, конечно, все равно был вот этот, когда я стала вылезать уже потом позже за пределы этого московского круга и за пределы этого, тогда это уже тоже стало меняться, но в принципе меня отказывают, кто-то кого-то видел, кто-то с кем-то пересекся, кто-то был с кем-то, значит, в одной камере, и вот это вот такая, и вот этот вот такой, вот это вот, как-то сказать, такая ткань вот этого прошлого меня интересовала. И так я попала в мемориалы. Дальше была такая вообще интересная история, потому что меня Нина Брагинская попросила помочь разослать приглашение на учредительную конференцию, которая не стала потом учредительной конференцией, а стала предварительной учредительной конференцией. И, конечно, это сделала моя, конечно, я сама это делала, моя свекровь, она у меня была совершенно замечательная, она сидела, все эти письма подписала и снесла на почту, и все это разослала. И так я как-то, так сказать, втекла, познакомилась с Арсением, познакомилась там с разными, с разными, значит, другими людьми. Была потом, конечно, и на учредительной конференции тоже. Заключила даже договор на книжку вот этих своих, значит, историй, но дальше. Но, как сказать, время так бежало вперед, что вдруг начали открываться архивы. И я как-то, и мне показалось, что сейчас даже самое, что самое главное, что я записала, я записала уже до 89-го года. А сейчас мне как-то надо все-таки посмотреть, а что там в этих архивах, ну, хоть немножко посмотреть, хоть что-то. Я, конечно, не так, как Никита Петров с Арсением сидели там, значит, но сколько-то времени я, значит, там, сколько-то времени я тоже вот в эти годы, в конце, начиная с, я бы сказала, с 91-го по, вот, допустим, какой-нибудь 96-й, где были вот такие какие-то основные архивные проекты, которым я занималась. Вот я, и я оставалась все время как-то в поле мемориальском, и в очень дружеских отношениях, конечно, с Арсением, и в каких-то совместных конференциях. Мы вот устраивали конференцию по устной истории, тогда, в 89-м году, первую такую, вот, но не хотела прийти сюда функционировать, потому что вот занималась, стала заниматься самыми разными другими вот этими какими-то такими архивными проектами, но часто в общей компании с Никитой, и это, например, был большой проект, который начался в 90-м, в конце 91-го, или 92-го года впервые, который был посвящен спецлагерям НКВД на территории Германии. Об этом никто тогда вообще ничего не знал, совершенно даже в Германии об этом память была очень сильно скрытой, стоптанной и так далее. И вот из этого возник просто огромный, я стала координатором такого огромного, конечно, мне тоже это совсем не снилось, огромного проекта, потому что это тысячи и тысячи были, тысячи и тысячи документов, и в этом проекте участвовало очень много разных немецких историков, я не знаю, музеев и так далее. Вот это вот как-то меня, так сказать, очень сильно захватило, и это была общая работа, в которой и Никита участвовал, и Петров, и, конечно, Арсений, и Никита Охотин. И вот это был такой большой-большой, в результате которого вышли разные публикации, это вот был такой первый, потом были другие, это был первый большой вот, значит, архивный проект. А пришла я в мемориал уже спустя, можно сказать, там 9 лет, в 99-м году, тоже на проект, потому что вот дальше эти 90-е годы я довольно много была не в России. Я год была в Германии, я год была в Австрии, я еще полгода преподавала в университете в Зальцбурге, после этого у меня была так называемая гостевая профессура, и вдруг мне что-то стало казаться, что я вообще-то не понимаю, что здесь у нас происходит, что происходит в провинции, что происходит с памятью, а надо вам сказать, что меня все-таки больше-то всего интересовало, что здесь у нас происходит всегда, несмотря на всю мою, несмотря на всю мою германистику. И я как-то, и тут вот так я как-то увидела просто случайно совершенно, что есть в Германии такой проект, что есть вот такой школьный конкурс, который существует в Германии с 73-го года, и делает его не государство, а делает его общественная организация или фонд такой немецкий, фонд Кербера, посмотрела, как это происходит, что это не просто конкурс, что это какой-то такой целый проект, что есть учителя, которые там этим занимаются, что он направлен на историю 20-го века, что им больше мне понравилось, что первая тема, которая у них была, она называлась «Повседневность при национал-социализме», и там тоже бог знает, что вылезло из этого школьного конкурса в 73-м году, какие скандалы там возникли из этих школьных работ там на местах, что там пооткрывалось, вот, и мне это показалось, что это вообще очень интересная такая штука, и единственное место, куда я могла, конечно, с этим прийти, и это был мемориал, и это был вот Арсений Арсений, и мы решили, ну, посмотрим, получится, может быть, давайте попытаемся, чуть-чуть, получим, может быть, 200-300 работ, как-то, и когда мы получили в первый год, вот, сидели почти 2000, сидели завалены этими мешками, это было тоже какое-то совершенно чудо из чудес, это было вот начало, начало 2000-го года, и вот с тех пор, как это сам пишут в романах, прошло 20 лет, и я все сижу на том же месте, поэтому, ну, что вам, что вам сказать, ничего особенного, ничего особенного прекрасного, сказать вам больше не могу. Ну, хорошо, а конкурс, он не препятствует? Нет. Когда я так считаю, что вы сидите все время одинаково, как-то вы не одинаково, мне кажется, сидите. конечно, нет, конечно, просто это тоже такая длинная история, потому что, конечно, когда мы этот конкурс начинали, то идея была на самом деле такая, что если нам кто и мешает, то это только скорее нехватка денег, плохая организация, трудности с почтой, значит, трудности добраться до разных школ провинциальных, но, конечно, нельзя было даже себе еще вообразить в 99-м году, что нас ждут трудности совсем другого рода, и что они будут не просто, так сказать, возникать, а что они будут вот так, как снежный ком нарастать, и что просто, что я, что это окажется такой прямо, так сказать, бастион истории, который нужно будет все время защищать от самых родных, и прежде всего от нашего государства родного, да, вот это вот, и отстаивать, это независимое, и отстаивать эту независимую историю для школьников, вот этого, конечно, представить себе тогда было, тогда было невозможно, но, ну и, конечно, невозможно было себе представить, что придется так, иметь дело просто с такой вот ресталинизацией, это тоже нельзя было в 99-м году представить себе. потом постепенно, конечно, довольно быстро стало понятно, куда ветер дует, но представить это себе тогда, когда мы начинали, было невозможно, и вот, и переломным моментом, я считаю, это все копилось, и копилось, и копилось, но переломным моментом, я считаю, 2005 год, когда стало очевидно, что это отражается совершенно и в школьном конкурсе, этого Никита знаете, значит, нас сопровождали тоже все эти, все эти годы, потому что это было вот такое празднование победы, когда стало очевидно, очевидно, что очень многое удалось уже и в головы вдолбить нашим школьникам, и фигуру Сталина снова отмыть, вот, и сделать ее такой, во всяком случае, сначала нам все казалось, что она неоднозначная, а потом уже в 2005 году стало почти что казаться, вот, что какие-то в этом смысле действительно головы повернулись, вот, в такую сторону, в сторону снова почти что ресталинизации, и пиком, я считаю, это очень интересно, вообще пик этот пройден, на самом деле, слава тебе, Господи, а пиком, я считаю, 2008-2009 год, и особенно после Грузии, я не знаю, где там у меня наша Люба Кришна, может быть, меня кто-нибудь так сказать, поправит, и я говорю, Никита читает наши работы, но его, значит, но я считаю, что это действительно был некоторый, как ни странно, 2014 год, а мы как раз, у нас тоже сегодня такая, та еще дата, вот, но 2014 год, но 2014 год, он дал несколько другую, он дал, так сказать, он дал такую другую вещь, он дал другую вещь в конкурсе, безусловно, какую-то, такую, может быть, еще большую патриотическую, дал патриотическую стерею, он дал зачин такой в работах, вот этот вот обязательный, такой патриотический, который до такой степени не был до этого, но вот что касается сталинской фигуры, то вот как бы самого Сталина, то вот этот вот 2008, 2009 год, когда мы даже попробовали с ними тут с победителями провести такой вроде, ну, некоторый такой опрос, но скрытый опрос, как они, так сказать, как они, чтобы они были, так сказать, откровенны, как они относятся к Сталину и у нас, даже среди вот этих наших школьников, которые такие работы прекрасные, победители писали, и в которых так было много о репрессиях, мы просто увидели, что, что называется, история семьи одно, история репрессий одно, а вот эта вот фигура Сталина, это другое, и это разрывается, и это отделяется, но мне кажется, что с тех пор это пошло, вот, ну, в общем, то, с чем мы сталкиваемся, это как-то осело, это как-то осело, и вот этот вот такой пик, я даже бы сказала, такого какого-то некоторого интереса, потому что вот у меня так было ощущение в 2008-2009, что он для них вдруг снова наполняется какой-то живой кровью, вот, что фигура вызывает интерес, да, что это какая-то, что-то такое, что-то такое снова привлекательное, вот этого, мне кажется, сейчас, при том, что даже они затрудняются, при том, что даже опять эта война возникает какая-то, и что вот он как организатор нашей победы, но вот этот вот такой живой к нему интерес, и такая вот эта вот живая такая-такая кровь, которая оттуда мне вдруг начала казаться, она сочится в 2008-2009 году, вот это вот, мне кажется, исчезло, и ну, да, как-то вот, вот так бы я сказала Никита, ну, а то, что, конечно, мы не могли себе представить, что будут запрещать участвовать в нашем конкурсе, что будут письма посылать департаменты образования, чтобы не участвовали в конкурсе, что, значит, что нодовцы будут устраивать нам провокации, да, что, причем такие даже, так сказать, с зеленкой, вот, и всякими такими, конечно, мы не могли этого, конечно, мы не могли этого себе представить. Скажите, пожалуйста, как вы для себя определяете вот эти 20 лет школьного конкурса? Главные итоги, что удалось сделать? Ну, а что не удалось сделать? Ну, как-то, 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 Арсения спросили, что он думает по поводу, но это был не, не, что он думает по поводу того, что удалось мемориалу сделать? И он ответил за эти годы, он ответил, что, но он не знает, что удалось, потому что, это, кстати, настроение было плохое, это было после 14-го года, значит, он не знает, что удалось сделать, и удалось ли то, на что надеялись, и то, с чем сюда приходили, пришли люди тогда в 89-м году, и вот эти вот надежды, они, конечно, не оправдались, он, в общем, так ответил на это, но, наверное, без нас было бы хуже, и без нас было бы хуже, без нас было бы хуже, и это, так сказать, это имеет действительно отношение вот к мемориалу, а школьный конкурс такой скромный отросток этой нашей мемориальской деятельности, но может быть, может быть, и тут я смотрю на это очень-очень трезво, потому что, очень трезво, потому что, например, то, что мы сейчас переживаем со школьным конкурсом, это огромный разрыв между тем, что между хорошими работами, и хорошими учителями по-прежнему, и вот этим таким, я бы сказала, валом работ, который все равно идет, его по-прежнему очень много, но он стал гораздо еще более плоским, он стал гораздо более таким выхолощенным, чем это было когда-то, но, может быть, все-таки иногда, конечно, возникает вопрос, а стоит ли нам всем, потому что ведь школьный конкурс это тоже целая история большая, это сотрудники, которые здесь, и это вот и Люба Гришина, и Оксана Михайлова, и Таня Голубева, и это все члены жюри, и эксперты, и Боря Беленкин, который тут сидит, который читает каждый год работы, и Ян, и все-все-все, Мемориал никогда бы не мог без этого совершенно никакой бы оргкомитет ничем не справился бы никогда с этим проектом, если бы в этом не участвовал так или иначе на самом деле весь Мемориал, но и может быть эти усилия, и усилия большие, усилия, усилия большие, усилия, чтобы денег добыть, усилия, там, я не знаю, чтобы теперь уже для того, чтобы иногда школьникам разрешали приехать, потому что и это бывает, когда просто запрещают, там, приходит ФСБ и пугает, не приезжайте на этот школьный конкурс, запрещают учителям ехать и так далее. Ну вот иногда даже думаешь, оправданы ли все эти усилия, не в туне ли все это остается, но я так все равно думаю, что если нам хотя бы ну, нескольким десяткам удалось людей помочь, как-то, я бы сказала, поддержать их в начале, может быть, их пути, сделать так, чтобы они приехали в Москву и увидели, что здесь есть другие люди, что здесь есть люди, которые, не знаю, думают, может быть, не так, как они теперь привыкли слышать вокруг себя, что они не боятся какие-то вещи говорить, потому что страх, ведь самое-то ведь главное, с чем мы имеем дело, это страх, страх учителей, страх, который детям передается, что когда, что если они сюда приезжают, они это видят, и, в общем, главное, я бы сказала, наши награды, это то, что они хотят снова сюда приехать, почти все, кто сюда приезжает, потом делают все для того, чтобы приехать на следующий год, а если позволяет, вот еще на следующий год приехать, и что есть такие люди, которые вот уже кончив, уже давно превратили, 20 лет прошло уже, это уже не просто взрослые, а на самом деле формально уже их дети могли быть участвовать, дети первых победителей могли бы участвовать в нашем школьном конкурсе, вот, и я думаю, что, я думаю, что, когда я слышу, что они как-то все-таки нас помнят, что они как-то придают значение своему участию здесь у нас, то я думаю, что, наверное, это все-таки было не зря, или что мы стараемся не зря, вот, что это какое-то такое, может быть, некоторое пространство, еще остающееся для школьников свободного высказывания, насколько они к этому готовы, и для учителей, что самое главное тоже, вот, я думаю, что, Костя, я думаю, что в этом, в этом главное, всего, а запасы, ну, у нас примерно где-то около полутора тысяч работ мы получаем, да, вот, можно посчитать, сколько, можно благодаря, между прочим, усилиям разных волонтеров, и Никиты Ломакина, у нас теперь уже и почти что оцифрован наш архив, и я считаю, что это прекрасная история, может быть, она ждет еще своих исследователей, потому что на самом деле это фантастический архив, вообще-то, это фантастический архив региональной памяти, вообще-то, это просто как-то, мы, наверное, хороши, что мы мало это, как-то пиарим, мы мало об этом говорим, а на самом деле там есть поразительные, вот, Боря Беленкина иногда выуживает еще и старых работ какие-то вещи, это еще, я думаю, хорошо, что мы его собрали, я еще думаю, это себя, себя как-то окажет, еще найдутся люди, которые, может быть, это исследуют и об этом напишут. И давайте по последнему вопросу зададим. В другую сторону уведу, вам же приходилось преподавать в РГГУ. Да. И каковы впечатления? Но я же пришла в РГГУ, я же пришла в РГГУ в то же фантастическое время, это еще тогда была историка архивная, никакой не РГГУ, и это, кстати говоря, вот тоже из области фантастики. Значит, меня позвали, первую лекцию у меня была там в начале 89-го года, значит, в старом здании, и у меня тоже, она тоже была вот этой самой памяти, посвящена памяти о ГУЛАГе или вот о, так сказать, свидетельствах, истории ГУЛАГа или истории репрессий, и была битком набита, аудитория битком, на самом деле. Я пришла, это было, господи, я тоже думала, боже мой, я вообще когда-нибудь думала, что я в каком-нибудь московском ВУЗе, вот сейчас буду об этом громко говорить. Это, это был историко-архивный, а это было что-то такое межфакультетское, потому что это была вот эта большая аудитория внизу, старая, да, и в ней была, она была полна, и организовала, это, по-моему, Даша Хубова, которая была в аспирантуре, по-моему, у Афанасьева в это время, и как раз, значит, они открывали центр, хотя бы тогда у нас и возникла с ней идея создать там центр устной истории, и вот так я там и оказалась. И какой-то, и все, значит, сидели и слушали, а потом какой-то мальчишка поднял руку и сказал мне, посмотрел так на меня, значит, как на такого этого самого динозавра, и говорит мне, а вы вообще когда-нибудь живого сталиниста видели? Типа того, что шо вы нам тут рассказываете, какие-то байки из склепа. Я говорю, что я так на него посмотрела, и, да, и говорю, и говорю, ну, вообще-то я сталинистов, я вообще-то сталинистов видела, говорю, конечно. Я говорю, какое счастье, что я дожила до этого вопроса. Он даже не помнил, какое счастье, что я дожила до этого вопроса. И думаю, что, боже мой, действительно, я дожила до этого вопроса, вот теперь все-таки начинается совершенно новая жизнь. И я, и вот этот вот курс назывался, значит, у меня, значит, были семинары по устной истории, был курс по устной истории, мы создали центр устной истории под, так сказать, Афанасьевской под Афанасьевской кафедрой он находился. Но прошло, и первые вот эти вот наши студенты, с которыми я часто встречаюсь, некоторых я просто вижу, они, кстати, многие ушли в СМИ. Я не знаю, Галя Паперная, которая в коммерсанте работает, Ваня Сухов, который тоже в коммерсанте, остался разный, самые я, так сказать, с разными из них, это был очень хороший первый, вот этот вот наш первый курс, он был совершенно замечательный, но прошло немного лет, и осенью, когда я пришла, значит, осенью 95-го года, и начался, ну, все-таки, конечно, все-таки много лет прошло, да, значит, уже, но мне казалось, что они, так сказать, быстро пролетели, и вот я пришла осенью 95-го года туда, и первое, что я услышала, значит, что почему зашел разговор, уже я не помню, на семинаре, это, конечно, была не лекция, это был семинар, и я услышала от студентов, что, ну, чтобы все-таки все не говорили, а Сталин вопрос с Чечнёй решил, и это решил, и это был, и это было полгода уже войны в Чечне, и я, кстати говоря, пришла, я помню, я пришла, и даже домой, и это рассказала, потому что я говорю, боже мой, я не могла себе представить все-таки, что это я услышу, потому что вот то, значит, совсем немного лет прошло, когда меня спрашивали о том вообще, что, так сказать, невозможно себе представить живого сталиниста в нашем пространстве, и вот тебе, значит, вот, так сказать, куда нас приводит эта война, и я так, и, кстати говоря, считаю, что она свою роль сыграла, но почему я оттуда ушла? Ну, я уходила постепенно, я уходила постепенно, потому что мемориал меня все больше сначала, ну, когда я сюда пришла, это было полставки, потом мемориал начал меня как-то, так сказать, все больше и больше засасывать с одной стороны, а с другой стороны как-то центр этот стал несколько распадаться, атмосфера там стала резко портиться самым разным образом, и, в общем, начиная с 2000 года она уже как минимум начала, так сказать, меняться потом, ну, чуть позже, я бы сказала, да, немножко, вот, и оставаться как-то уже и студенты стали, как мне стало казаться, они переставали, им не так стало интересно и вообще история, и устная история, как это было в самом, как это было тогда, вот, в начале 90-х годов. Вот, я думаю, что, Никита, если я, если... Нет, теперь он формально, по-моему, больше не существует. Архив его здесь у нас, в мемориале. Завершающий вопрос, вот, первой части нашей беседы. Просьба только не отвечать одним словом на этот вопрос. Что в вашей жизни значит мемориал? Ой, если бы я вообще могла на вопрос отвечать одним словом, я думаю, я думаю, что это было бы просто прекрасно, я была бы счастлива. Но это... Ну что же, на это можно... Я даже сказала, что никаким словом мне ответить на это нельзя, потому что, во-первых, я нигде в своей жизни не сидела 20 лет. Это вообще было... И я думаю, что, кстати говоря, и советская жизнь меня к этому совершенно не располагала, и я никогда не думала, что я вообще где-нибудь могу на 20 лет задержаться. Совершенно. В этом даже есть, наверное, свои большие минусы. Я об этом часто думаю. Я думаю, что большие минусы просто для тех, кто со мной работает. Потому что я до этого все время либо жизнь свою меняла решительным образом, либо я и, кстати говоря, профессию меняла, потому что все-таки я же в истории как-то такого превратилась из подпольного более-менее, если можно сказать, что я в него превратилась, вот, начиная где-то, так сказать, с конца 80-х, конца 80-х годов. Вот. Но дело в том, что это, как ты говоришь, ну, там работаешь в мемориале, это неправильное какое-то слово, потому что это не имеет отношения к работе. Это не имеет отношения к работе, никакому там рабочему дню, никаким этим рабочим часам. Это, я бы сказала, не работа, а какая-то деятельность или даже жизнедеятельность. Во всяком случае, у меня это, во всяком случае, это у меня это происходит так. И это, в этом есть очень большие, я честно говорю, очень большие минусы. Я думаю, что это большие минусы для людей, кто, так сказать, и со мной работает, и все, потому что, наверное, я тут правильно слышу от наших всяких молодых, что так нельзя, что надо как-то, так сказать, выстраивать нам всякие стратегии, они абсолютно правы. Но вот это, к сожалению, вот эти вот, видимо, 20 лет, 20 лет такой жизни и деятельности одновременно сказываются, и, ну вот что, куда тут, куда тут денешься. Это вот такая, какая-то часть, оказалась часть жизни, ну и судьбы. Кто бы мог, кто бы мог, кто бы мог подумать, что это так, так в результате окажется. Спасибо. Спасибо. И переходим к вопросам. Владимир Луков, независимый историк. У меня вопрос о вашем германском или австрийском опыте работы с устной историей. Вот когда я впервые был в ФРГ в 77-м году, там я тоже обнаружил конкурсы школьников, которые писали по письмам своих бабушек и дедушек, как они представляют историю Германии, Западной Германии, ФРГ я был. И там было финансирование на местном уровне. Многие меценаты, которые прошли войну, они финансировали эти конкурсы, поощряли всемерно. Я приезжаю сюда в Москву, я был в составе КМОК, Комитета молодежных организаций, читал там лекции об СССР, на английском, правда. И говорю, вот хорошая идея, давайте мы в наших школах тоже... Мне говорят, Володя, ты что, с ума сошел? Чтобы они говорили о своих бабушках и дедушках на конкурсе. И тут же придавили все это дело. И вот теперь у меня вопрос. Для того, чтобы у нас здесь получило финансирование, частное финансирование, вот ваша блестящая и германская идея устной истории, а это фактически феминология, то, что не произошло, но могло бы произойти. Вот как вы считаете, можно ли, во-первых, проводить эти школьные конкурсы без всякого участия Министерства образования, то есть негосударственными средствами, НКО, НПО и так далее. То есть третий сектор... Все он не понимает. Вот, по крайней мере, сейчас вроде какая-то есть отдушина, сказали, что вот давайте там поощрять третий сектор. Буквально неделю назад было сказано, что тут у нас общественность... Попроще. Попроще вот так, вопрос в чем? Вопрос в том, как вы считаете, вот ваш опыт германский, вот можно ли его сейчас перенести на те возможности, которые открываются сверху? Ну вот я тут отвечу одной... Да, я тут отвечу одной фразой, что мы это 20 лет делаем, и это все можно прочитать на нашем сайте уроки истории. Если войти туда под названием конкурс, и все там написано, как мы 20 лет это делаем без всякого государства. Ну, вот я думаю, что это есть... Просто тут, наверное, было непонятно, что мы не государственные. И организация наша не государственная, и школьный конкурс наш не государственный. А вот хотелось бы узнать, вы же говорили, что вас очень интересовала история нацизма. Да? Вот за эти годы, что вы связаны с мемориалом, и он отнимает огромное количество времени, была ли возможность все-таки как бы заниматься этой темой, писать какие-то статьи, заниматься архивами? И что можно сказать, может быть, какие-то наиболее интересные вещи, если были в этой области, которые вы увидели, узнали за эти годы? Конечно, я занималась. Дело все в том, что темы-то наши, это все же не случайно, потому что темы наши очень пересекаются в 20 веке, и сюжеты наши пересекаются очень сильно в 20 веке. Поэтому все проекты архивные, которыми я занималась, большие, они были так или иначе связаны с Германией. И, ну, если уже говорить о таких совсем интересных вещах, то, например, и это было, кстати говоря, тоже вот связано и с мемориалом, и с тем, что мне помогал Арсений Рогинский, если вернуться к истории так называемых спецлагерей НКВД на территории Германии, потому что документы лагеря были на территории Германии, их было 9 штук или 10 почти что, а документы все были, конечно же, у нас, да, и списки были у нас, и все было у нас, и там было очень много интересных сюжетов, и ничего бы немецкие, я бы сказала, музеи не смогли бы без этих архивов узнать. Как? Потому что это была для них, это была совершенно закрытая абсолютно структура, вот, и это была, это, в общем, мы тут открыли целый большой, общими усилиями, мы тут открыли огромный, огромный такой вот исторический пласт, потому что все-таки, ну, мы там с вами мыслим миллионами, но вообще-то в этих спецлагерях находило 150 тысяч человек, из них треть погибла, там была огромная смертность, и, в общем, неизвестно было ничего, неизвестно было толком, где эти люди похоронены, все вот эти вот умершие от голода эпидемии, что там было вообще в этих спецлагерях, это был интересный проект, но был сюжет еще отдельный, который, вот, про который я хочу сказать, очень острый, потому что эти лагеря были на территории, эти лагеря частично были на территории концлагерей, но понятно, почему, надо сказать, что не только мы, союзники тоже пользовались немецкими концлагерями для того, чтобы там держать разный там уже после другой контингента, вот, как, например, Дахау, и так возникли наши отношения с Бухенвальдом, потому что в Бухенвальде находился тоже спецлагерь, и там было много заключенных, вот после, естественно, понятно, что он был концлагерем до 45-го, а после 45-го он стал спецлагерем НКВД, и разные сюжеты были в этом, вот я сейчас расскажу еще только коротко, там были, возникли разные связи, разные, так сказать, сюжеты, и мемориал очень тесно связан вот с этим музейным комплексом Бухенвальд, и один был сюжет, который, кстати говоря, был для меня, вот если вы, так сказать, хотите узнать, что было для меня новое, это был сюжет с тем, я этого не представляла до 90-х годов, какие-то, хотя что-то через литературу как-то проникало, очень талантливо Гроссман в жизни и судьбе нащупал, как это могло, как и очень хорошо, человек, который очень хорошо знал, так сказать, людей, когда он описывает ситуацию в концлагере, но все-таки я этого так себе не представляла, я не знала, например, что на самом деле в Бухенвальде, начиная с 42-го года, вся, так сказать, внутренняя власть находилась в руках немецких коммунистов. Значит, и староста лагеря, и, значит, все-все ключевые, староста так называемого ревира, значит, больнички лагеря, и в учетном секторе всюду сидели коммунисты, потому что и внутренняя лагеря полиция состояла состояла из коммунистов. Это, конечно, была совершенная сшибка, так сказать, стереотипов. Вот. И когда стали открываться всякие вот эти вот, что называется, бездны, черные пятна в 90-е годы, это начало, ну, я бы сказала, даже у меня какие-то картинки в сознании совершенно расшатывать и деформировать, потому что на что можно, и тут, на что, так сказать, какими средствами может пользоваться организация очень твердая, очень хорошо выстроенная в этом концлагере, на что, так сказать, как можно абсолютно всякие, так сказать, законы, имеющие отношение там к нравственности, к тому, хорошо или плохо заменить кого-то и отправить на этап или отправить наоборот даже просто на смерть кого-то из списков, значит, вставив и сохранив своих, чтобы сошлись, так сказать, чтобы сошлась статистика. Вот это вот, конечно, эти, конечно, были вещи совершенно жуткие. А почему я об этом говорю? Потому что возник такой сюжет вот архивный, в котором наша помощь была очень большая в этой истории, потому что было получено, получили доступ вот Арсений и Никита, по-моему, к следственным делам так называемых красных капа бухенвальских, которые были потом осуждены, и это такая, вот я повторю, что это такие клубки истории, которые были потом осуждены нашими трибуналами в 50-м, в 50-е, в начале 50-х годов. И вскрылся такой, и вот это такой был классический пример того, и это, кстати, очень, это я специально такой, может быть, выбрала, один из наиболее острых, острых таких примеров, когда история, когда история представит не только не черно-белый, не только, не, а какой-то такой совершенно, ну, то, что только большие писатели могут описать, как, например, не знаю, как Шаламов, когда добро со злом увязывается в такой, какой-то узел, когда вот это вот стремление с одной стороны к выживанию, с другой стороны вот эта вот организация, которая считает, что она всегда права, потому что, что она всегда права, и что они имеют, и вот интересно, что даже там, я тоже какую-то одну фразу скажу, что интересно, мы потом анализировали вот эти протоколы допросов наших просто офицеров, которые, так сказать, разбирались с этими красными капа, и говорили, а вот как вы, вот вы же, мы же, вот у нас тут есть свидетельство каких-то там социал-демократов, что вы взяли там и заменили там, одного отправили там, не знаю, на этап в Освенцим, а другого там, значит, это, наверное, так сказать, значит, поменяв, и все, он говорит, это было решение нашего партийного комитета. И на все, и вот это было совершенно потрясающе, вот на все, значит, вот такой был ответ, это было решение нашего партийного комитета. И вот это вот, и вот этот, конечно, вот эти вот бездны, которые за этим стали, так сказать, раскрываться, вот за этим, с одной стороны, историей выживания, с другой стороны, вот правом на историю выживания, что раз мы коммунисты, и раз мы такая организация, то, значит, мы лучше, и мы имеем право, значит, на то, чтобы выжить, вот это вот, конечно, была такая, такая, с одной стороны, очень страшная, с другой стороны, очень такая поучительная история, но много разных историй, и архивных, в том числе, возникает. Мне кажется, я уже привела довольно большое... Мы в конце концов, вы сказали, что вот эта коммунистическая организация, она организовалась в Бухенвальде сама, нацистские власти не знали об этом? Конечно. Это был договор между нацистами и коммунистами? Конечно, знали. А, то есть это был договор? Это был договор. А с какой целью нацистам было сохранять коммунистическую организацию? Это вообще необъяснимо совершенно. А вот Никита пусть, чтобы не я только отвечал. Нет, это очень понятно. Дело в том, что лагерный мир и лагерная жизнь, она ведь должна каким-то образом регулироваться. И начальство заинтересовано в том, чтобы в лагере был порядок. Если внутри лагеря есть формальная сила, которая способна держать этот порядок, то почему бы и нет, несмотря на то, что это классовые противники, какие-то идейные противники. И если мы посмотрим на зеркальное отражение этой ситуации, здесь в наших лагерях, в советских после войны, то мы увидим, в принципе, аналогичную историю. И эти документы тоже хранятся в Гарфе. Но об этом, может быть, еще у нас много не писали, но я все это читал. Как в лагерях для осужденных военнопленных, где после 49-го года осталось не так много контингента, но это были отпетые и матерые эсэсовцы. Все должности в лагере, в производственный сектор, учетный сектор заняли эсэсовцы. Именно эсэсовцы травили антифашистов, которые там тоже могли быть в силу того, что они были осуждены. И вот об этом были циркуляры МВД. До каких пор? Как это возможно? Почему это происходит? Они недоумевали, но лагерное начальство не планировало подобного результата. Лагерное начальство шло проторенным испытанным путем. Как бы сделать так, чтобы в лагере была дисциплина, порядок? А у них уже есть уже, как бы сказать, люди нацеленные, тренированные на организацию порядка. И эти люди, это была, значит, соль нации, это была организация эсэс. Так что все то же самое. То есть, культисты советские в лагерях не давали дратскистам или кому-то такой организации, давали уголовным? Уголовники были близки, а политические партии не имели таких? Нет, это... Ну, давай-ка я скажу, что сначала там тоже была такая же система. Но дело в том, что уголовный мир есть уголовный мир. И на него не... Это, так сказать, навести настоящий порядок, который бы хотела эсэсовская, это самое, они не могли. А когда началась война, и оказалась вот эта вот пестрая такая, там, кто хочешь, и поляки, и, я не знаю, и французы, и итальянцы, и все, кто порядок наведет? Кто на самом деле оказался, это так страшно, там социально близкими оказались коммунисты. Но признаться в этом... И, кстати, так сказать, признаться в этом, это, конечно, ГДРовское руководство это хорошо потом знало, потому что, так сказать, информация собиралась, значит, и все, но все это было положено, конечно, совершенно под сукной, это было все спрятано, потому что это был главный миф. Главный миф ГДРовский был вот это вот, так сказать, сопротивление, антифашизм и так далее. А это вот была одна из таких, я бы специально это рассказала, потому что это была одна из таких довольно-таки жутких, жутких историй, и она была поперек всяких мифов и всяких представлений о том, как это в концлагерях происходило. А уж потом начал скрываться такой ад, что даже неохота об этом говорить, потому что вот эта знаменитая книжка, которая стала такой Библией некоторой историей немецких конглагерей «Голый среди волков». Может быть, люди старшего поколения и знают, что это за книжка «Брунапица», где такая история, такая действительно душераздирающая, как спасают маленького ребенка в этом Бухенвальде, как его прячут, как его укрывают, как его спасают, и действительно ребенок-то был спасен. Но только та история, которая, и он жив, он даже бомжив до сих пор, этот мальчик, но только история, которая за этим скрывалась, оказалась такой страшной, что да, потому что этот ребенок-то был подменен, там надо было ребенка все равно какого-то вместо него предъявить, и ребенок был предъявлен, только вот не этот. этого спасли, а поменяли его, что называется, на другого. Поэтому это вот, так сказать, это чистый совершеннейший ужас. И вот если начинаешь в этом, так сказать, копаться, то, конечно, вот ужас и бесчеловечие, бесчеловечность этой системы и мифы, которые тогда разваливаются таким жутким образом, которые на этом выстроены, это вот. Не могли бы вы назвать тогда вот, что еще совпало, помимо Бухенвальда, какие еще лагеря, да, из известных, то есть, когда он использовался и нацистами как лагерь, и потом перешел в наше командование, да, и писали ли вы об этом где-то вы или кто-то еще, есть ли какие-то материалы, где можно... спросите у Гугла, немецкие спецлагеря НКВД на территории Германии, он вам сразу ответит, но главный, второй, это был Заксенхаузен. Да, он был даже, так сказать, в каком-то смысле, может быть, играл даже более важную роль, чем Бухенвальд, но и другие. Смотрите, мы уложились. Да, я единственное, что хотел бы на реплику Никиты сказать, когда речь шла о, соответственно, эсэсовцах в лагерях и коммунистах, соответственно, в концлагерях, да, то здесь надо сказать, что, насколько я понимаю, Никита сказал в кавычках соль нации, да, чтобы нам не пришили статью за оправдание нацизма. Они сами, если вы так думаете, у меня всякого сомнения. Это была наиболее организованная сила, а второе, они оказались в некой концентрации, потому что понятно, что постепенная репатриация военнопленных приводила к тому, что называется негативный отбор. Оставались самые-самые-самые. Там была, конечно же, и другая прослойка, но эти концентрировались, и эти стали самодавляющей силой, и эти оказались для нас социально близкие. И это тоже развеивание мифа относительно так называемого, скажем, чистого антифашизма сталинской эпохи. Ничего подобного. Тут уже была определенная ставка и на национально-патриотические элементы. Так что это тоже своя интересная история. Ну да. Мои слушатели задают вопрос, им тоже непонятно, почему Тельман был продержан настолько долго, почти до самого конца войны. Почему его не убили? Есть какое-то объяснение логическое. Почему его не убили? А немцы вообще не очень-то, между прочим, разбрасывались этими своими казнями. А вы знаете, Скоков сидело в 1937 году, когда у нас писали всякие страшные ужасы о том, как страшный, как про страшный террор нацистский. В концлагерях в Германии сидело 12 тысяч человек. Это можно сравнить с нашими цифрами этого периода. Поэтому по отношению к другое дело, как потом понятно, что евреи оказывались вне всякого, вне этой абсолютно нации, и поэтому к ним абсолютно применялись совершенно другие законы и все. Но что касается немцев, то тут, во-первых, действовало еще некоторое законодательство. Тельман не просто сидел, он получал свидание с женой. Там, например, регулярные правопереписки, и, значит, он считался, так сказать, он задержался как политический заключенный. Поворот в Германии начался, между прочим, после покушения на Гитлера. Понятно, это как мы знаем, когда были казнены. Там действительно сотни и даже несколько тысяч на самом деле человек в связи с этим, в связи, в связи с этим, в связи с этим заговором. но Астельмана, это вот уже тоже, его тоже казнили уже, так сказать, в тот момент, когда вот в 44-м, когда уже было ясно, что война принимает такой оборот, когда вот это вот, так сказать, репрессии стали более сильными, когда они увидели, что не имеет смысла, так сказать, его держать и даже, может быть, зачем это в какой-то мере опасно, все равно это некоторый символ, вот тогда его и казнили. А до этого... Тихо-тихо, не мешайте. А до этого, а до этого, а до этого, ну, сидел и сидел, много же сидело немецких, вот, ну, из этих там нескольких тысяч, вот и сидели немецкие коммунисты. Ну, может быть, нет, но пред... Нет, 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 торговлю... Нет, предлагали, есть же всякие разные истории, как предлагали торговлю, как предлагали, может быть, какую-то возможную бы, не верю, в это, но какую-то, может быть, возможную торговлю держали на предмет, на всякий случай, мало ли что, на всякий случай пригодится, вот, ну, мне не кажется, что это какой-то такой сильно релевантный, сильно релевантный сюжет, но для немецких там, ну, в общем, они в Бухенвальде устроили на самом деле даже такое, что-то вроде вечера памяти, такое, посвященное, вот эти коммунисты, посвященные Тельману, да, 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 Ну что ж, я думаю, на этом мы можем завершить, позвольте поблагодарить Ирину Лазаревну, спасибо вам всем за активное участие в нашей беседине. Но, видите, я вам так мало смешного рассказала, могла бы, могла бы, в нашей субтитре, спасибо, спасибо,